Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Геннадий Гудков дал большое интервью YouTube-каналу Форум Свободной России. Ролик называется, лучше засчитаю, «Народ звереет, зреет бунт». Геннадий Гудков, которым обозначил свое видение на развитие ситуации в России. Вопросов он затронул много, уже сказал интервью большое, но главный, понятно, тот, который вынес заголовок данной публикации. Он считает, что в России все вероятнее становится то, что сейчас часто называют социальным взрывом. Впрочем, он использовал другой термин, какой я указал в заголовке. В принципе, понятно, что он здесь не сказал ничего нового. Об этом говорят все больше. Сказал об этом недавно на своем канале Валерий Соловей, говорят и другие блогеры, и не только блогеры. Например, у нас уже была публикация, коммунисты заговорили о праве на восстание. Да и я часто говорю, в условиях все растущей социальной активности, подавлять эту активность силой, это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалму. Но Геннадий Гудков, на мой взгляд, первым высказал очень интересную мысль. Мысль о том, что может стать той искрой, из которой возгорится пламя. И я хотел бы обратить на эту мысль внимание наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей. Он вспомнил незабвенных приморских партизан. Кратко напоминаю суть дела. Группа молодых людей в Приморском крае 27 сентября 2009 года якобы совершила убийство четырех охранников полей Конопли. Впоследствии, кстати, факт данного убийства был признан недоказанным. И дальше скрылась тайде. И начала в прямом смысле партизанскую войну против власти. И прежде всего они начали убивать сотрудников милиции. В октябре же 2010 года в интернете было опубликовано обращение данной группы к людям. В нем они подчеркнули, что их действия осознаны и они защищают интересы простых людей. А также они подчеркнули, что они, как они выразились, те, кто не боится. Лучше зачитаю эту цитату полностью. И лучше, да, ее лучше зачитать. Поскольку в стране народ беззащитный и безропотный. Но есть и те, кто не боится. Самое примечательное в данном эпизоде, что обезвредить эту группу удалось только в июне 2010 года. Также интересно, что указанное обращение данной группы появилось в интернете уже после того, как она была обезврежена. То есть они партизанили, и ведь кавычек не поставишь, около года. А дальше их партизанская деятельность вызвала очень большой общественный резонанс. И резонанс скорее положительный, чем отрицательный. Почему их не могли обезвредить около года? Причина проста. Очень многие жители Приморского края от души им помогали. И ведь это происходило в 2009-2010 годах. Когда мера ненависти к власти была намного ниже, чем сейчас. А уровень жизни населения не стремительно падал, как сейчас, а наоборот рос. И не слабо рос. Благодаря нефтедолларам. Именно на это и обратил внимание зрителей канала «Форум свободной России» Геннадий Гудков. И предложил задаться вопросом, что будет, если аналогичный эпизод произойдет сейчас. Например, если полиция будет в своей манере задерживать сторонников того же Алексея Навального, а они начнут защищаться, и в ходе этого погибнет несколько полицейских. И они будут вынуждены перейти на нелегальное положение. И понятно, на этом нелегальном положении тоже продолжил защищаться, и защищаться, как приморские партизаны, с оружием в руках. И он предложил подумать над вопросом, на чьей стороне будет тогда народ. На стороне Путина и компании, или на стороне таких партизан. И опять слово «партизаны» не возьмешь кавычки. Вот как он об этом сказал. Они ушли в тайгу. Это как в Сибири где-то было. Приморские партизаны. Их назвали приморскими партизанами. Так они там несколько месяцев продержались. Почему? Потому что все население, практически все население им помогало. Это было тогда, когда не было поляризации. Это не было тогда, когда не было лютой ненависти к власти со стороны очень многих людей. А теперь давай представим ситуацию с тобой. Смоделируем ее. Вот сейчас что-то происходит подобное. Ну, предположим, там, ну, скажем так, со сторонниками Навального, да? Вот какой-то там. Вот что-то происходит, какой-то конфликт, и кто-то там погибает из государственных служащих, чиновников, правоохранителей и так далее. И эти люди уходят в подполье. У меня к тебе вопрос. И вообще ко всем. Сколько они смогут продержаться в подполье в сегодняшней ситуации? И пойдут ли люди в это подполье им помогать? И он предложил каналу однажды провести опрос на эту тему. И ведущий признал данное предложение очень интересным. Что здесь можно сказать? То, что сказал Геннадий Якутков, это азбука политологии. И так делать, как делает сегодня номенклатура, во главе с Путиным, ни в коем случае нельзя. Они толкают страну к очень опасной чертею. И что здесь может стать детонатором? Новые приморские партизаны? Или что-то другое, что пока не просматривается? Не столь уж и важно. Об этом пора задуматься. И прежде всего самой новенклатуре. И особенно ее второму эшелону. У них, в отличие от Путина, нет вилл за границей. И у них там не пристроены дети на ПМЖ. Да нет, и очень многого другого, чего есть у друзей Путина. А то, что гнев народа зреет, на мой взгляд, уже просто чувствуется в воздухе. Впрочем, я не уверен, что друзьям Путина помогут ухи виллы, капиталы за границей и так далее. И что они там смогут скрыться. Их, скорее всего, отобсюду выдадут. И выдадут совершенно официально. Поскольку они уже умудрились рассориться, но абсолютно со всем миром. Валерий Соловей, кстати, считает, что при таком раскладе им придется расстаться и со своими капиталами за границей. И они опять вернутся в Россию. В смысле капиталы опять вернутся в Россию. Для этого, по его мнению, нужна только воля. Политическая воля нового руководства страны. И с какого боку ни смотри, будет гораздо лучше для новенклатуры. Ситуацию дальше не усугублять. Еще не поздно отправить Путина на заслуженный отдых и начать новую оттепель. Это пока еще способно разрядить все накаляющуюся обстановку. Да вот только времени, боюсь, остается все меньше и меньше. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.